Без знаний и соблюдения техники безопасности в кабинете мастера 21 века, так называется класс технологии Воденцовской гимназии номер 7, никуда. Здесь станки фрезерные, токарные, с числовым программным управлением. Пока нет только 3D-принтера и лазерного станка. Но это не мешает школьникам успешно работать с разными материалами. А вы представьте себе, вот эта металлическая стружка, она какую имеет температуру? Во-первых, она высокой температуры, раз. Потом она очень и очень острая, два. Поэтому брать вот эту стружку и ждать, пока она намотается на деталь, тоже не следует. Майор в отставке Сергей Игоревич Гаврилов пришел работать в гимназию 12 лет назад. Сегодня он преподает информатику в старших классах, а с пятого по восьмой ведет уроки технологии. При этом все уроки труда не обходятся без программирования. Ребята создают деревянные подделки, оживляют лего-роботов, занимаются радиоэлектроникой. Задействованы даже девочки. У нас еще в школе есть швейно-вышивальная машина, которая напрямую зависит от того, какая программа у нас существует. То есть они, девочки, создают свои выкройки, создают свои рисунки. Программа переводит, эта машинка переводит числовую управляющую программу. И эта программа потом позволяет на ткани при помощи вышивания сама автоматически всевозможные рисунки. Только ниточки поменяем и все. У девятиклассников уроков технологии уже нет, но они с удовольствием навещают Сергея Игоревича. Максим с детства увлекался сборкой конструкторов, любит работать с мелкими деталями, а в будущем собирается стать нейрохирургом. Поэтому самыми запоминающимися для него были занятия по сборке лебедя из дерева. Это было самое интересное, потому что мы вырезали аккуратно очень тонкую фигуру. Рис был большой, что сломается деталь, каждая из них. И достижение цели, то есть сборка этого лебедя, стало для меня каким-то облегчением и, можно сказать, радостью. Восьмиклассникам Арсению и Никите пока больше нравится программировать роботов и следить за четким выполнением заданных задач. Для них это прежде всего хобби. Действительно он может объяснить то, что ты не понимаешь. Если у тебя возникают какие-то вопросы и по выпиливанию по дереву, и также по роботу части, то он всегда подскажет и поможет устранить ту неполадку, собственно, из-за которой не может робот дальше ехать, двигаться. Кстати, в пятом классе Никита даже участвовал в Олимпиаде по технологии. Заслужил грамоту и подарок. Сергей Игоревич с гордостью демонстрирует и другие конкурсные работы своих учеников. Декоративную вешалку в виде совы, часы, которые украшают кабинет. Последние несколько лет гимназисты часто занимают призовые места на региональной Олимпиаде по этому предмету. Мы можем гордиться нашим педагогическим коллективом. У нас работают замечательные учителя. Каждый год участвуют педагоги в конкурсах различных профессиональных. Каждый год педагоги участвуют в различных Олимпиадах, творческих предметных неделях и занимают призовые места. Останавливаться на достигнутом Сергей Игоревич не собирается. Впереди у него освоение с ребятами, скреч-программирование и новые победы на школьных Олимпиадах.